Здравствуйте! Наша недельная глава называется «Вайра». Моше приходит в Египет, просит фараона отпустить еврейский народ. Он отказывается, и тогда ему приходят казни этап за этап. Он, по идее, мог бы еще в какой-то момент отменить это все, согласиться, что Всевышний есть. Но он продолжает грешить. Он продолжает отрицать, что Всевышний есть, что он правит всем миром. В лучшем случае он смотрит, что это бог евреев. В лучшем случае. Основная тема нашей недельной главы – это казни египетские. Вообще, какое назначение этих казней? Их несколько. Первое – показать египтянам, что они вообще не главные. Каждая из этих казней поэтапно показывает, что все самое важное в их жизни, ничего не стоит. Если выбить эту основу из-под их ног, у них все развалится. Также эти казни нужны были для еврейского народа, чтобы они увидели со стороны, что происходит с теми, кто идет против Всевышнего. Можно подумать сразу, что вот Всевышний начинает казнить египтян, в общем-то. То есть не как казнить, наказывать по полной. Это как будто выглядит, как садизм какой-то. Что-то типа, ну ок. Ну, помучили они евреев, ну ок. Чего их так и на ними издеваться, вплоть до того, что их по всех замочит. Плюс, в конце концов, очень сильно попустило их нацию, и они больше уже не восстановились, как изначально были. По сути говоря, нужно было специально заставить Паро, чтобы он продолжал прямиться, чтобы египтяне полностью осознали то, что Всевышний есть, что они его не игнорировали. Потому что долгое время написано, что Паро постоянно противится. Не, это вы всякие фокусы устраиваете и все такое. Не, сейчас поэтапно, вплоть до того, что оно будет теперь касаться исключительно его. В казни первенства, которое будет, по идее, в будущей недельной главе. Всевышний впервые является всему миру, как Бог, который владеет всем. Именно здесь он обращается к Маша через это имя, Ашем, ну, которое обычно заменяется на Ашем. И об этом была наша недельная глава. Шибат Шолом.